МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Александром Гнелицким, который помогает детям пройти курсы арт-терапии. Бывает, что одну линию провел, и все, и сел на этот стул, и смотришь часа два. Я не могу дальше найти, что дальше делать-то. Когда искусствоведы собираются вместе, они говорят о форме, структуре и смысле. Когда художники собираются вместе, они говорят о том, где можно купить дешевый растворитель. Эта шутка Пабло Пикассо стала крылатой. Мастера кисти и мастихина действительно редко рассказывают о своем творчестве. Тем более делятся секретами создания шедевров. Мастерская художника – это его кухня, святая святых, сакральное место, куда приглашают лишь близких друзей. И мы очень рады, что Александр Гнелицкий радушно откликнулся принять нас здесь. Смело сейчас берите в руки блин, держи. Чтобы ее почувствовать, обязательно надо ее подержать в руках, помять. На мастер-классе подопечные телепроекты «Надежда на чудо» Руслан Абдиев и его сестра Настя лепят народную игрушку весеннего жаворонка. Процесс этот не только очень приятный и занимательный, но и полезный. Для ребятишек, которые столкнулись с серьезным заболеванием, важна арт-терапия. Это часть реабилитации, во время которой они учатся самовыражаться, верить в свои силы и развивать творческие способности. Мы не случайно попросили поработать с ребятишками именно Александра Николаевича. Он педагог с большим стажем и, главное, очень добрый, отзывчивый человек. Душевным светом пропитаны и его работы. Очень хотелось зарядить детей этим позитивом и жизнелюбием. Поэтому за время занятия мы попытались еще и подробно рассмотреть, раскрыть живописные и графические работы автора. Вот смотри, я свою мелодию вижу в твоей работе, потому что вот это корма, да? А вот это вот, будем говорить грубо, парус. Но парус, отсвечивающий разноцветием такой. Такое впечатление, как будто вот идет, а солнце выдает вот такие вот теплые цвета и говорит, вот я такой радостный, вот я такой, я плыву, потому что это жизнь. И я плыву в этой жизни, создавая вот уют и окружающим. Это мое ощущение. Очень хорошее прочтение, кстати. Вот твое, правильно сказала. Я правильно чувствую? Абсолютно, абсолютно. Она оптимистичная работа. Да. Она призывающая к жизни. Но и в то же время жизнь в борьбе. Чем отличаются беспредметные вещи от реалистических? Они дают простор мысли в зависимости от образованности человека, от его насмотренности, о знании искусства, да? То есть прочтение многоверсионное. И это здорово. В отличие от реалистической вещи, где идет только повествование, рассказ. Почему я и занялся этим? Потому что мне интересно, как рождается образ. Я даже не знаю, к чему я приду. Мне это интересно, к чему я сам приду. Вот, пожалуйста, мы с тобой видим портрет. Да, я здесь вижу портрет молодой женщины. Да, я ее назвал гадалка. Да, ну вот я только хотела сказать, но она ближе еще и к какой-то Клеопатрии. Есть белое, есть черное. То есть в душе этого портрета есть двоякое понятие. Понятие светлого и понятие черного. Но, Беря, тебя светлое опять же перевешивает. А я не знаю, что ты задумывал. Говорю, опять я. Смотри. Это крылья ангела. Да, это он. Это образ. Это он, да. А вот это вот, это наша бытность. Это да, это большой грешник себе. Да, это вот он столько в себе всего, вот его голова, у него она там, знаешь, забита такими вот. Саш, смотри, чем забита башка. Ну, замечательное прочтение, Оль, правда. Прям здорово. И ребятишкам эта встреча очень понравилась. Свои работы они решили подарить маме, ведь скоро у нее день рождения. В самом процессе понравилось, когда мы делали туловищем и нос, и еще глаза, вот. А птичку, да, я, в принципе, такое ожидал, очень рад. Приходи еще, будем лепить. Все, что хочешь, можем слепить. Вот таким вот, вот таким путем. Может, все, и Змея Горыныча слепить, и любое животное, и человека. Руслан с Настей заверили, что обязательно вернутся в мастерскую. И мы будем продолжать направление арт-терапия, не забывая при этом, как и раньше, навещать маленьких пациентов онкогематологического отделения, чтобы проводить для них праздники. Как только в детской краевой больнице закончится карантин, наша съемочная группа отправится вручать подарки ребятишкам. Присоединиться к доброму делу и помочь исполнить мечты малышей можете и вы. Для этого нужно отправить смс со словом «Надежда» на короткий номер 7878. Вы также можете поделиться любой суммой, опустив ее в копилку с логотипом общественной организации «Мать и Дитя». Они находятся в магазинах сети «Новекс». Добро – это мощная созидательная сила, способная спасать от отчаяния и дарить надежду. Давайте творить его вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова